Товарищи, привет! Поведение Китая сейчас выглядит так, что они стремятся вырваться в развитые страны и грабить потом недоразвитые. Как считаете, китайский НЭП завершится? У них капитализмом? Спасибо. Я гадать на кофейной гуще не хочу. Есть такая тенденция, есть такая тенденция. Любой НЭП, он завершится либо тем, что социалисты свернут капиталистические эти моменты, либо тем, что капиталистические моменты победят. И свернут социализм. Представляете, какая у председателя СИПа появится поддержка у себя в правительстве китайском, если вся эта история с Россией выгорит? Мы же помним, как он недавно приезжал, какие-то переговоры закрыты. Приезжали к нам в Россию специалисты, которые великим китайским фаерволом занимаются, кто у них там Ютуб блокировал, рубильники выключал все. Ну что, думаешь, и у нас они тоже рубильники приехали поворачивать? Передовой опыт, так сказать, будут перенимать. Ну, китайские товарищи, я буду огорчен. Если я не от Пригожина дождусь закрытия Ютуба от вас, ну... Председатель СИП останется там на долгие годы, получается, если вот... Пусть... Нет, по мне так, если, блин, он для пролетариев нормально рулит, пусть сидит хоть до 120 лет. Вот это большой вопрос. Пока соображает. Это... Ну, это опять же вопрос. А по моим там всяко бывает. По моим данным, знаешь, блин, когда у нас НЭП был, там тоже, блин, куча была случаев, когда по пролетарским интересам там что-то ударило. И пролетарское государство либо вообще не помогло, либо поздно вмешалось, либо недостаточно помогало. Вот было такое. И тогда были ребята, которые тоже вот кричали в связи с этим, что всё... Всё хана, всё переродилось. И это были троцкисты, блин. Так что я говорю, надо аккуратней, товарищи. Для нас вопрос Китая важен прежде всего в том контексте, есть ли вообще у движения рабочего некая опора в мире. То есть, ну, если мы признаём всё-таки, что Китай — это империалист, и ни в какой поддержке рабочего движения не заинтересован, ну, в принципе, сейчас они не занимаются никакой поддержкой международного движения, то значит, опоры ни на кого нет, значит, надо рассчитывать только на собственные силы, получается. Опять же, о какой поддержке речь-то идёт? Ну, хотя бы о какой-нибудь. То есть, никакого, в принципе, внимания они к этой проблеме, насколько я понимаю, сейчас не уделяют. Не знаю. Мне-то они, конечно, не писали, но я как бы особо и не думаю, что это такой заметный, чтобы они меня поддерживали. Ну, известно, что они ещё и кружки марксистские там щемят, насколько это возможно. Не знаю. Вот такого, такого, такого у меня... И в почёте. Такого у меня, такой информации у меня нет. У меня, блин, противоположная. Ну, это опять же. Один человек так сказал, один человек так сказал. С Китаем надо посерьёзки разбираться. Это всё-таки очень актуальный вопрос. Да, товарищи. У нас, вот, у нас товарищ туда поехал. В ближайшее время отпишется чё там. Будет инсайт, да? Ну, правда, товарищ молодой. Единственное, чё, насколько сориентируется и поймёт чё к чему. Но он по туристическому маршруту, наверное. Нет, нет. Поэтому поучиться. И заодно посмотреть, как там.